Сегодня мы будем готовить флексы «Шоколадные сварони». Наверное, каждый бизнесмен стремится найти свой рецепт успеха. Оригинальные идеи есть. Этот рецепт авторский, мы разрабатывали его вместе с бабушкой. Мотивация есть. Хотел все-таки новенький айфон, начал папа занимать. Папа говорит, почему бы тебе на него самому не заработать? Чтобы он понимал, что деньги, они не просто всыпятся с неба, а именно зарабатываются. Воспитательный эксперимент превратился в рабочую бизнес-модель. Мне стало жалко эти деньги тратить, потому что таким трудом были заработаны. Где-то в районе 70 тысяч там. И решила их вложить в инвестиции. Вот только нашему герою 10 лет и прибыльное кулинарное хобби оказалось в серой зоне законодательства. Но не предполагали взрослые дяди и тети, что дитё неразумное собственное дело начнёт. Встаёт вопрос, насколько это уместно детям заниматься предпринимательской деятельностью. Потому что они с точки зрения гражданского законодательства ещё не обладают полной дееспособностью. Конечно, есть профессии, в которых участие детей считается нормой. Например, актёры. Во-первых, как без них в кино? А во-вторых... Увидел это, решил попробовать. Я так вот в это, вник. Но как такому откажешь? Юных работников экрана нанимают в установленном законном порядке. Договор заключается с родителем. То есть со мной. И деньги его? Деньги его. И распоряжаться ими может он? Распоряжаться деньгами он не может в силу той же статьи 28-го гражданского кодекса. То есть он может. Это мелкие сделки, это сделки, которые не требуют нотариального удостоверения. В 14 лет устроиться на работу – невелика проблема. Стопора в отделе кадров, по крайней мере, не возникает. Поступила задача. Надо оформить крутого специалиста, крутого программиста. Но он маленький, несовершеннолетний. И ок, оформляем. Да, это заняло чуть больше времени, но бояться не стоит. Всё написано в законе. Маленький Жора был принят на работу как раз в 14. Я и раньше пилил всякие штуки, программистские штуки, но раньше я их пилил для какой-то аудитории, которая мне была как-то неизвестной, я не знал её каких-то потребностей. Я как бы трачу ровно примерно такое же количество времени, как я и раньше тратил. Но теперь я что-то полезное делаю, даже что-то с этого получаю. Упрощение жизни, людям, портфолио и, ну, зарплаты, скажем. Трудоустройство скорее доставило хлопот его отцу, собиравшему документы. Для 14-летнего требуется ещё и согласие органов опеки. У нас государство очень сильно заботится о безопасности детей. И поэтому там столько бумажек пришлось оформлять, что это не родители меня заставляют, это то, что я сам по своему желанию, не вредит учёбе и так далее и тому подобное. Но это работа по трудовому договору. А если ребёнок начинает своё дело, он мало того, что ускользает от многих законов, так ещё и может создать проблемы своим близким. С точки зрения налогового законодательства, вообще такая, получается, ситуация шикарная. Потому что нигде не написано, в каком возрасте человек является налогоплательщиком. И как мы с вами видим по практике, когда по имуществу каком-то споры возникают, ну, я не знаю, грудного младенца теоретически можно признать налогоплательщиком. Создавая авторские свитшоты, Софья даже не задумывалась о таких нюансах. Бизнес-идея, собственная стартовый капитал, президентские пособия. Из-за того, что я заработала, я же зарабатываю деньги, которые я заработала. Это моя прибыль. Вот. Я её вкладываю в худи, в ткань. Сначала проект поддержал отец. Он рассматривал увлечение дочери скорее как возможность научить её о замбизнеса. В бизнес своего ребёнка я отношусь это больше как к образовательному инструменту, нежели к созданию чего-то глобального и какого-то большого заработка. Потому что бизнес всё равно – это очень большая ответственность. И брать её в 11 лет, наверное, это всё-таки не есть правильно. Сейчас София в лице её родителей выбирает взрослого делового партнёра, чтобы её бизнес стал полноценным, пока она не достигнет подросткового возраста. Тогда появляются хоть какие-то возможности работать в белую. В настоящее время ограничений в законодательстве по регистрации таким детям, то есть с 14 до 18 лет, практически никаких нет. То есть они могут регистрироваться. Единственное условие – это согласие родителей. Мало того, некоторым это даже удаётся. Более 900 детей по стране, это в возрасте 14-15 лет, уже зарегистрировались как самозанятые, уже платят налоги. Несмотря на то, что процедура сложная, неудобная, нет разъяснений, нет менторства, наставничества, и технически сложно реализуемо. А пока ситуация с детским бизнесом каждый раз решается сама собой. Либо дело глохнет, либо ребёнок вырастает.